Опа, а тут я. Ко мне после тренингов периодически подходят люди, которые говорят, что мол, спасибо, все было очень классно. А хотя, знаете, нам кажется, что в наших реалиях это совершенно неприменимо. Обычно я спрашиваю, а что именно в вашем случае было неприменимо из того, что я рассказала. И знаете, вот интересный факт заключается в том, что, как правило, эти люди мне говорят, нет, ну, мы и так особо ничего не применяли, но прежде всего потому, что у нас же это не работает. Ну, то есть, как бы без вариантов. Итак, нет, подождите, давайте еще разок. Они это не применяли, потому что у них это не работает. Это кому сказать, где вообще, в какой другой сфере есть такая логика? Обычно же все наоборот. Ты применил и понял, что это не работает. И я знаю, что на самом деле легче всего сидеть, раскинувшись, и думать, а нет, ну, вряд ли из этого что-то получится, поучусь-ка я еще, узнаю-ка я, что еще тут рекомендуют, а вот что-нибудь класс, а хотя нет, это тоже вряд ли работает, и так далее. На самом деле, есть только один способ узнать, работает тот или иной прием для вашего музыкального проекта или нет. Это попробовать что-то сделать. Ну, то есть, все потестировать на практике. И если вам нужна какая-то АБВГДЕшка, то вот она. Заводите блокнотик, записываете туда все рекомендации, идеи, техники, которые вы слышите на воркшопах, вебинарах, тренингах или даже вот таких видео, как сегодня. После этого начинайте эти техники внедрять, но только на совесть, не для галочки, чтобы отписаться, а вот прям по-серьезки вникая. Спустя какое-то время делаете выводы. Сработало это для вас или нет? Сработало? Поздравляю, продолжайте применять. Не сработало? Сделали вывод, почему? Вычеркнули из списка, перешли к следующему тезису. Вот разобраться во всем этом можно только так, применяя на практике. Потому что, как ни крути, да, вы можете работать на одном рынке, но все равно ситуация у каждого музыкального проекта очень индивидуальная, очень специфическая. И обобщать, вот так, как я рассказала вначале, ни в коем случае нельзя. Повторюсь еще раз, есть только один способ понять, работает какой-то прием для вашего музыкального проекта или нет. Попробовать его внедрить на практике и посмотреть, что из этого получится. Надеюсь, после этого видео подобных комментариев, после моих тренингов, будет в разы меньше. Окей? Я рассчитываю на вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!